В день города Новочебоксарска на площади Центрального рынка состоялся фестиваль Чувашьи силы единства народов и культур. Он явился завершающим мероприятием одноименного грантового проекта, реализуемого благотворительным фондом Чувашского республиканского совета женщин при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Прежде всего он направлен на то, чтобы укрепить дружбу между народами. Ведь люди не должны забывать народные промыслы и ремесла, фольклорные песни и традиции национального костюма. Мы показываем то, что в добрососедских, добрых, порядочных отношениях живут в любви и уважении друг к другу 128 народностей Чувашской республики. А женщина – это хранительница очага, мать. И для нас очень важно, чтобы наши дети жили в мире в любви и уважении, признании друг к другу. Мы показываем сегодня красоту национального костюма всех народов, которые проживают здесь. Народов, кухню народов, традиции народов, фольклорную выставку и колыбельные песни. Вестиваль посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поздравил жителей самого молодого города республики и отметил, что очень важно передавать народное творчество из поколения в поколение, ведь только тогда оно будет жить и развиваться. На это смотрят дети, одевают красивые и роскошные костюмы. Я сейчас с детьми пообщался, они говорят, мы любим свою культуру, поэтому мы одеваем эти красивые одежды, это очень важно. И эти дети, смотря на вас, смотря на нас, воспитываются в духе патриотизма. Любви к родине, любви к земле, любви к своим родителям, уважительному отношению к своим соседям, друзьям, подругам. На праздничных мероприятиях, как всегда бывает, очень много знакомств, появляются новые друзья, и это тоже очень важно. Уже давно фольклорный ансамбль Новочебоксарского дворца культуры химик Теветкель сохраняет народные песни. Так старинные мелодии, которые когда-то пели предки, обретают новую жизнь. Кроме того, молодежь не должна забывать и чувашский язык. А чувашский костюм – это тоже часть национальной культуры, которую необходимо беречь. Участницы ансамбля Теветкель рассказали, что им нравится мастерить украшения из монет. А национальные платья можно найти в сундуках у мам и бабушек. Они сшиты полностью вручную, и даже со временем ткань не потеряла яркий цвет. Наряды мы вытаскивали, вот своих родителей, вот этот самотканный, самотканный. Это все три – верховые, средне-низовые и низовые. У меня низовое. Вот это верховое. Костюм верховой. Это тоже средне-низовые. У нас теперь девчонки разошлись. Мы выступали и разошлись. Чувашские мелодии – красивые и распевные. И такие проекты нужны, чтобы интерес к ним не пропадал. И молодые люди тоже должны научиться их воспринимать. В проекте «Чувашие силы. Единство народов и культур» приняли участие все районы республики, где народы живут как одна большая дружная семья. И, наверное, поэтому так интересен и прекрасен край 100 тысяч песен. Елена Яковлева, Сергей Михеев. Жизнь столицы.